библейский портал экзегет.ру представляет здравствуйте меня зовут дмитрий добыкин мы с вами на библейском портале экзегет мы с вами продолжаем читать вторую книгу маковеев и сегодня 10 глава как обычно читаем небольшими отрывками затем я эти отрывки объясняю маковей же и бывший бывший с ним под водительством господа опять за не храм и город а построенные племенниками на площади жертвенника пищи разрушили ну маковей который здесь назван это конечно же иуда маковей сначала это было прозвище только иуды слова макове означает молот потому что он как молот разбивал врагов значит сотоварищами очищает захватывает храм ну понятно что иерусалимский храм и город это иерусалим в то время это продолжалось около трех лет храм и город были захвачены язычниками и язычники по всему городу построили просто жертвенники и капище капище это небольшие храмы и вот этих храм и эти жертвенники иудеи разрушают очистив храм они соорудили другой жертвенник разжегший камни и взяв из них огонь приняли жертву после долгодичного промежутка сделали кодильницы свечники и предложения хлебов ну давайте здесь разберемся значит когда язычники захватили этот храм они в нем устроили храм для другого бога зевса олимпийского и соответственно поставили там статую а на том жертвеннике на котором приносились истинные жертвы стали приносить то что запрещено законом то есть они принесли там свиней жертвенник осквернился что делает иуда после того как захватывает храм он этот жертвенник разбирает и на его месте строит новый и там возникает такая коллизия значит с этими камнями куда эти камни девать выкинуть нельзя потому что когда-то это был все-таки жертвенник господу и соответственно был освящен посвящен господу оставить его тоже нельзя потому что она сквернен и поэтому что сделали построили новый жертвы к вот эти камни от старого жертвы к сложили так в углу где-то и с такой мысли вот придет миссия и миссия как раз укажет что делать с этими камнями ну миссия пришел что она ответила что камня на камне не останется на 7 месте поэтому вопрос был решен значит соорудили другой жертвенник и дальше идет очень интересное слово разжегший камни и взях от них огонь вот что значит разжечь камни как это происходило значит по одной версии и скорее всего наш перевод именно эту версию придержится взяли камни и из камней высекли новый огонь ну новый огонь потому что новый жертвенник он загорел нужно чтобы горел другой огонь не огонь взятый откуда-то не знат очага какого-нибудь поэтому нужно высечь новый огонь но есть еще предположение что на самом деле это было все-таки чудесное разжигание огня подобно тому огню который сохранился еще из первого из первого иерусалимского храма если читать первые главы этой книги то там рассказывается что пророк иеремия спрятал огонь и через несколько десятилетий это огонь из-под земли достали полили специальной водою особой водой скорее всего нефть была полили полили жертвы и загорелся огонь ну и здесь возможно тоже какой-то чудесный способ добывания огня значит принесли жертву после двухгодичного промежутка на самом деле там было чуть больше там три года но целых там два года то есть там приблизительно два с половиной года вот посчитали полностью сделали кодильницы свечники предложения хлебов ну кодильница это такой небольшой столик который стоял в святилище я не буду сейчас пересказывать как был устроен храм достаточно известно и вот перед занавесу который отделялась святилище от святое святых стал такой столик на котором совершали каждение возможно это было сделано заново а может быть имеется в виду что начали совершать каждение свечники но это скорее имеется в виду светильники вот эти семьи лампадами то что мы называем нора либо и сделали заново потому что они были сделаны из золота и возможно язычники захватили там переплавили либо начали просто зажигать огонь на этих светильниках предложение хлебов это тоже часть святилище стал такой столик на этом столике стопками лежали по шесть штук пресные хлеба в течение недели это был но у своего рода жертвоприношения этот столик был сделан из золота возможно его тоже захватили а возможно другой вариант что это не совершалось и только после освобождения храма стали вновь выкладывать эти стопочки читаем дальше устроив все это они молили господа падая ниц чтобы им не подвергаться более таким бедствием если же когда согрешает он накажет их милостью они при не предавая богохульным и жестоким язычникам ну здесь что интересно падая ниц там если дословно перевести падали на живот но чтобы было понятно это скорее всего те поклоны которые мы там делаем который называется земными когда мы становимся на колени и бом касаемся пола вот вот скорее всего такие в священном писании такое колено преклонения обозначает величайшее смирение перед богом есть еще одно попытка объяснить что это значит что они не просто падали на колени они простирались на всем телом а это еще большее смирение и о чем они просят пускай бог их наказывает но больше не будет таких испытаний которые они пережили что храм захватили город захватили иудеи подвергаются религиозным гонениям и пускай будут другие наказания более милостивые тот самый день который раскринен был храм иноплеменниками совершили очищение храма в 25 день того же месяца хаслева и провели они в веселье восемь дней по подобию праздника кущи вспоминая как незадолго перед тем временем проводили праздник кущи подобно зверям в горах и пещерах значит прошло вот эти три года меньше трех лет храм был осквернен теперь он очищен очищен и этот этот день попадается где-то на середина ноября середина декабря вот этот праздник значит праздник продолжается восемь дней и он подобен празднику кущи который ну был чуть раньше там за несколько недель до праздника очищения значит значит давайте дочитаем и потом вернемся поэтому они жезлами обитым плющом и с цветущими ветвями и пальмами возносили хвалебные песни тому который благого благоспешил очистить место свое и общим решением приговором пределе всему иудейскому народу праздновать эти дни каждогодно значит память об очищении храма стала для иудеям праздников праздником и этот праздник они совершают по сей день называется этот день ханука попадается он на зиму так концу как бы ближе к новому году к нашему новому году значит он продолжается восемь дней почему восемь дней значит там история о том как очистили храмы нужно было зажигать светильник вот этот минаро и масло было только на один день а следующая порция масла чтобы она была готова нужно восемь дней вот зажгли этот светильник и он восемь дней горел в память об этом событии вот праздник продолжается восемь дней сам праздник из очищения храма 8 не потому что тут восемь дней горел светильник поэтому иудеев есть такая вещь как ханукальный подсвечник в отличие от минары который 7 рожков в ханукальном подсвечнике 8 рожков и 9 для того чтобы зажигать такой очень интересные формы он выставляется на окно обычно и поэтому этот праздник еще называют праздником огней и евреи по сей день его вспоминают что здесь еще интересно то что иудеи вспоминая в течение восьми дней хануки они вспоминают ту тот праздник ущи которые они праздновали в горах и пещерах потому что евреям приходилось скрываться от преследования ну и здесь такая такое противопоставление вот она радость от города от храма от победы и вот то горе которое у них было когда они там прятались где-то в каких-то закололках хорошо значит здесь что еще интересно потом они же злами обитым плющом и цветущими темпами возносили хвалебной песню тому который бога спешил очистить место свое значит вот про эти жезлы обитый плющом вообще если так прочитать то некая странная история плющ веточка плюща или даже листок плюща это растение которое символизировал диониса то есть языческого бога и вот во время празднований с празднований в честь диониса действительно использовали такие жезлы на которых обвивали плющом и когда странно что евреи будут так ходить но скорее всего следующее человек который пишет эту книгу он пишет по-гречески и ему приходится ну скажем так объяснять кое-какие вещи которые есть в греческой культуре а в греческой культуре действительно были такие они по-моему назывались тирсы палка с увитая плющом и вот с ними ходили евреи конечно с такими палками не ходили что у них было на праздник кущей а ханука сравнивается с праздником кущей евреи брали такую несколько веточек эти веточки назывались словом луав и вот из четырех родов родов деревьев они держали так в руке и с этими веточками ходили ну и это похоже было на те жезла обвиты плечом которые носились во время праздников диониса поэтому такое такое сравнение хотя на самом деле конечно это разные вещи и по материалам и ну и по смыслу конечно хорошо девятый стих говорит о кончине отеха прозвана епифаном основной гонитель иудеев тогда был антиох 4 епифан и в предыдущих главах рассказывается его погибели и здесь так такой рассказ значит идет очищение храма его гибель но если смотреть в параллельные места то там сначала гибели потом очищение хорошо после этого страдания иудеев не заканчиваются и гонения продолжаются уже по при следующем царе который пришел на место антиоха епифана ну давайте прочитаем теперь изложим что происходило при антиохе евпаторе сыне того не счастливца ограничиваясь бедствием войны приняв царство он вручил управление некому лисию главному военачальному келли сирии финики ибо птолемей по прозванию макрон почел за наилучше соблюдать справедливость к иудеем после бывшим к ним несправедливости и сразу дела с ними оканчивать мирно поэтому он был оклеветным любимцами перед евпатором и повсюду слышно название предатель за то что стал вверенный мод филометра кипра и пришел к тегу епифану он не имея почетной власти от печали отравил себя так и окончил жизнь свою но давайте здесь разбираться значит антиох епифан умирает и на престол восходит его сын которого зовут тоже антиох и у него прозвище евпатор что означает имеющий благородного отца когда он воцарился ему было что-то около девяти лет естественно такой маленький ребенок не может управлять государством и поэтому у него есть регент которого зовут лисий здесь он упомянут этого лисия назначил сам антиох епифан чтобы он помогал управлять и соответственно когда царь станет взрослым передать ему выпал полноту власти ничего из этого не получилось антиох евпатор погиб в малолетстве и там власть перешла его к его дяде получается к его родственнику ну ладно там у антиоха был были тоже родственники и вот эта линия антиоха евпатор она там она и закончилась на нем хорошо значит этот лисий был военачальник келия сирии финики финики это понятно это побережье средиземного моря где находится современный израиль а келия сирия это не та сирия вот которую мы имеем сейчас а как раз иудея в это время с иудеями общался и управлял ими некий толомей по прозванию макрон о нем есть упоминание сначала он был правителем кипра а кипр тогда при нажал египту вот он а правителем египта тогда был вот этот филометр тоже патолемей филометр вот однако так произошло что патолемей макрон перешел к антиоху 4 пифану и начал ему служить но его поставили вот человеком который общался с евреями и он старался время договориться мирно мы читаем вторую книгу макареев и там все время описывается как евреи воевали с сирийцами не надо думать что евреи такие бунтовщики или так готовы только повоевать нет евреям это не очень-то интересовало воевать они хотели просто жить мирно и служить своему богу и жить по его законам и если мы посмотрим на общую историю евреев то мы увидим что если правители других государств не вмешиваются дела израиля то евреи спокойно живут платят налоги приносят жертвы в храме за этих царей и молятся за власть то есть никаких там бунтов нету но как только начинается гонение тут начинаются и бунты и вот вот этот таламей он вел дела с евреями очень спокойно но его за это считали предателем и ему ничего не осталось делать как просто отравиться вот если бы не вот эти клеветы на него которые возводили окружение антиоха евпатора то может быть никаких там восстаний дальше бы не было но увы эти восстания продолжилась горги же сделавших тех местах военачальником содержал наемные войска и непрерывно поддерживал войну против иудеев вместе с ним и думе и владеешь удобное укрепление тревожили иудеев и принимая себе изна изданных из иерусалима предпринимали войны бывшие жизнь с маковеями совершая моление прося богу быть помощник в их войне устремились на укрепление думеев и сделав на них сильное нападение они владели этими местами отомстили всем сражающим на стенах умещая всех попадавших навстречу и побили не менее 20 тысяч ну давайте здесь разбираться то есть военачальником то есть тем кто по-гречески называется стратегом это человек который имеет и гражданскую но прежде всего военную власть он получает управление он то есть приходит на место вот этот таломея и что он делает он начинает давить на иудеев пока еще как таковой войны нету но давление уже оказывается и и союзником ему выступают и думе кто такие думе это потомки исава а исав это родной брат иакова то есть вот евреи и и думеи это родные братья однако между ними постоянно идет война и наверное тогда самые страшные враги самые большие ненавистники евреев были думеи и думеи не сохранили истинную веру они впали в язычество и поэтому те язычник которые бежали из иерусалима из иудеи после того как этот город освободил иуда маковей то их там было много они бежали и начали они совершать вот такие набеги и у и думе и жили в той местности где действительно была возможность возможность воевать малыми силами вот и поэтому они оттуда выходили нападали иудеев что делают люди они помолились и начали воевать с думе ими пока еще война не идет с греками они вот боются думе не мы здесь рассказывается что они захватили город захватили те места откуда происходили нападения и это была полная победа хорошо читаем дальше не менее 9000 бежали в две весьма крепкие башни снабженные всеми всем против осады оставаясь симона и иосифа еще за кейс довольно число людей для осаждения их макарей стал сам отталлся в такие места где он более нужен был ну значит понятно что две башни не сможет набиться 99 тысяч человек скорее всего имеется в виду город у которого были две сильные башни и вот в этом городе как раз сидит 9 тысяч сидит 9 тысяч сбежавших из других мест значит симон и иосиф это скорее всего братья иуды маковея кто такой закей неизвестно там разные версии предполагают что это даже здесь ошибка в переводе и имеется в виду не закей как отдельный человек а как отец вот этих двух братьев вот но кто это неизвестно а бывшие симоном будучи серебролюбивы дали некоторым из находящихся в башне подкупить себя деньгами получив 70 тысяч драх дозволи некоторых из них убежать 70 тысяч драх это достаточно много это где-то 15 талантов серебра и это действительно большая сумма когда нанесено было макавея а происшедшему собрав народных вождей укорял что они за серебро продали братьев отпустив врагов их этих людей сделавший предательным он придал смерти и тотчас овладел двумя башнями имея постоянный успех в оружии который был в руках его он остебил в этих двух укреплениях более 20 тысяч человек ну понятно что девять тысяч бежал были еще кто-то там сидевший в этих башнях поэтому столько столько народу сам автор описывая вот эту войну он как бы подчеркивает что все это происходило по воле божией здесь вот в этих историях как бы бог он такая фигура молчания то есть сами евреи воюют и у них победа но дальше будут описание того как уже сам бог вмешивается в эту войну и непосредственно помогает евреям хорошо давайте читаем дальше с 24 стиха тимофей же прежде побежденную диме собрал весьма многочисленное войско ищи зы чрезвиземцев собрал немало и бывший базе всадников и елся в иудеи в намерении завывать ее значит тимофей он упомянут был раньше там его и гибели описывается скорее всего когда идет рассказ то автор берет разные события и соединяет их вместе и здесь вроде получается что тимофей уже погиб однако он здесь живой скорее всего просто это такой рассказ тем более сам автор этой книги говорит что я переписывал из большого сочинения из пяти там пятитомного сочинения то что было бы интересно вот хорошо итак он собирает воина наемника воина из наемников бывших в азии всадников но когда мы говорим азия то и мы имеем виду большой участок земли там начиная где-то с турции заканчивая японии тогда азии называли то что сейчас называется малая азия то есть территория современной турции хорошо при его приближении бывшие с маковеями обратились к молитве богу посыпаю землю землею головы и посещается в речи чем преподая к подножию жертвенька они умоляли его чтобы он был милостив к ним был врагом врагов их противников противником как говорит закон совершив молитву они взяли оружие и это далеко отошли от города приблизились же к врагам остановились наступление восхода солнечного те и другие вступили боя одни при доблести своими залогом победу залогом успеха победы прибежащие господа другие наставали подставляя предводителям брони ярость ну давайте здесь разберемся иудеи молятся они посыпают землю головы по чесла в речи чем это образ великой скорби ну в речище это одежда сделана из грубой ткани или грубой шерсти она раздражает кожу неприятно то есть человек страдает и голову посыпать землей ну мы обычно говорим голову посыпают пеплом ну точнее пылью здесь и то и другое является образом скорби то есть господи посмотри как я страдаю страдает мое тело господи посмотри я почти умер как земля сыпется на голову покойнику я почти умер поэтому здесь молитва не просто слова но еще и такие действия фраза быть врагом врагом противником противником действительно встречается в священном писании книги исход господь говорит о том что если иудеи будут верны ему то он будет воевать с врагами иудеев евреи идут навстречу своим врагам наступает день и они начинают воевать чему не ночью воют но обычно ночью не воевали были истории когда две армии сходятся целый день они воют наступает ночь они расходятся чтобы утром опять встретиться и здесь такое очень поэтическое сравнение евреи бросаются в бой потому что они надеются на господа а вторые бросаются на них как бы просто в ярости хорошо когда произошло упорное сражение то противником явилось небе пять величественных мужей на конях с золотыми уздами и двое из них предводительственные иудеями они взяли макая середину к себе и покрываясь своим вооружием сохраняли невредимым на противника уже бросали стрелы молнии так что они смешавшись от ослепления исполния страхом сами себя поражали победы было 20 тысяч пятьсот пеших и 600 конных здесь очень такая красивая картина является с неба пять всадников блистательных и двое из них становятся по бокам от иуды маковея как бы его охраняют и при этом они не только охраняют но еще стреляют во врагов сами враги пугаются и начинают друг друга убивать вот этот образ когда враги убивают друг друга он в священном писании упоминается неоднократно и том числе в этой книге это вот поражение друг друга это всегда в библии знак божьего вмешательства то есть вот здесь действительно сам вмешался господь он послал этих этих всадников они не называются можно понять что скорее всего это ангелы они вмешиваются и идет поражение то что бог посылал своих ангелов для победы иудеев тоже описывается канонических книгах например история о том как бог спал в сирусалим при нашествии сирийского царя ну давайте дочитаем что происходит дальше сам тимофей убежал в крепость называю газара весьма твердую и состоящий под водитель хрея бывших с маковеем весело саждали эту крепость продолжение четырех дней значит где это газара там есть разные варианты толкования есть сложность с определением географических мест или иногда определение кто этот человек слишком мало у нас информации поэтому что это за город ну есть разные варианты осаждали эту крепость прожжение четырех дней а находившиеся крепости уверенные в недоступности этого места и чрезмерно злословили произносили хульные речи но хульные речи не против евреев которые на них нападали это злословили от хульные речи против бога почему значит евреи к тому времени уже монотеисты то есть они верят что есть один бог и других богов не существует значит а вот в крепость сидят язычники и как язычники все это воспринимали они воспринимают так вот есть боги у евреев и боги у них и эти боги когда воюют люди пою это же между собою и соответственно тот народ который победил значит те боги и победили другой народ и вот они злословят евреев скорее всего они поливают грязью истинного бога на рассвете пятого дня 20 юношей сбывшись маковеями восполнившись гнеговым от такого злословия храбро устремились на стену из зверской ярости поражали каждого кто попадался здесь такой образ который перекликается с истории с давидом давид услышал богохульство голиафа и ринулся в бой значит со зверской яростью ну у нас так переведено ну вообще-то буквально переведено все перевод верный но зверская ярость несколько звучит как-то странно для нашего уха скорее можно перевести с львиной яростью или там со смелостью львов такое лучше так так перевести не по букве а паду по духу по смыслу другие также бросились во время смятения находящие внутри зажигали башни разжегшие костры сжигали хульников живыми иные разбивали ворота и впустив них остальные войска владели городом описывается штурм этого города как это все происходило тимофей же скрывшись ворву скрывшегося ворву убили равны как его брат его хирея и пола аполлофана совершив это они с песнями с волосой возблагодарили господа который так много благодетельствовал израиля и даровал им победу перечисляются кого они убили значит и в этой победе они видят помощь божию действительно господь иногда вмешивается во время войны и вот как бы он сам воюет а иногда он дает просто силы на победу и то и то является помощью божией и вот евреи считают что им помогает господь за что они борются за политическую свободу нет евреи на самом деле после возвращения из волонского плена его до этих событий а это практически 400 лет они находились под властью то пир персидской державы то-то державы александр македонского то египетской державы то потом сирийской державы и они не бунтовали почему потому что их не трогали веру здесь же они борются за свою веру хорошо мы с вами прочитали десятую главу спасибо за внимание меня зовут дмитрий бьетчат обыкин и мы с вами на были на библейском портале египет до свидания до скорых встреч